Корея пригрозила ракетным ударом по Тихоокеанскому острову Гуам, на котором расположены военные базы США. Это стало реакцией на слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об огне и ярости, которые он обрушит на КНДР. Отношения Северной Кореи и США накаляются уже не первый раз. Последний конфликт разгорелся на фоне очередного ужесточения санкций со стороны ООН. Из КНДР запрещено импортировать морепродукты, уголь, свинец, железную руду. А кораблям этой страны заходить в порты стран ООН. В июле КНДР заявили, что Соединенные Штаты находятся в зоне досягаемости их ракет. А теперь в Северной Корее, как там говорят, разработали и ядерную боеголовку, которую можно установить на эти ракеты. Северной Корее лучше больше не угрожать США, иначе они встретятся с огнем и яростью, которую мир не видел до сих пор. Ответ Северной Кореи не заставил себя ждать. Своей целью страна назвала остров Гуам в Тихом океане. Его территория, сравнимая с почти двумя латвийскими столицами, фактически является владением США. И там расположены две американские военные базы, в том числе авиабаза Андерсон, на которой находятся авианосцы потенциально с ядерным вооружением. Я хочу заверить жителям Гуама, на данный момент никакой угрозы Гуаму или Мариамским островам нет. По словам политолога Оэра Скудры, действия Северной Кореи до конца невозможно предсказать. Никто, конечно, не может заручиться за режим Северной Кореи, что они не предпримут какие-то абсурдные авантюристические действия. Это, в принципе, исключать нельзя. Такого типа риторика она свидетельствует о том, что, ну, по крайней мере, есть политический кризис. Сейчас, если говорить о регионе, там, Корейский полуостров, Китай, Россия, Япония, США, ну, в основном эти страны. По словам эксперта, международные специалисты не уверены, что КНДР действительно обладает межконтинентальными ракетами, которые способны переносить ядерные заряды, ведь их невозможно создать без экспериментальных запусков, которые бы не остались без внимания мирового сообщества.